Музыка Я вас приветствую, уважаемые зрители, приветствую себя на кухне. Меня зовут Руслан. Так повелось на моем канале в основном блюда из мяса и практически ничего нет, из рыбы. Я решил исправить эту ошибку. Но дабы вам не показывать банальную жарку карасей, хотелось показать что-нибудь необычное и интересное. Поэтому в сегодняшнем видео, друзья, будем готовить осьминога. Осьминога с картошкой. В нашем распоряжении имеются вот такие два красавца. Свежекупленных. Весом где-то по 450 грамм. Я их не буду чистить. Так как есть, так и буду варить. Их удобнее немножко очистить, ну там удалить глаза. Здесь внутри, по-моему, уже все удалили. Удобнее, когда они уже полностью сваренные, готовые. Значит, здесь около килограмма. Полипо, как его называют в Италии. Осьминог. Вы уж извините, иногда, возможно, его назову еще и рыбой. Потому что в Италии все, что живет в море, у них там одно название, все рыба. Что ракушки, что осьминоги, что таки рыба, все рыба. Потом взял вот таких вот пять картошин среднего размера. Соотношение какое должно быть? Если здесь килограмм, то грамм где-то 700-750 картошки. Картошки должно быть немножко меньше, потому что осьминог уварится, сделается меньше. Потом нам нужна петрушка и один крупный зубчик чеснока. И, естественно, оливковое масло экстра-верджин. Ставлю воду кипятиться и будем отваривать наши ингредиенты. Кипящую воду нужно подсолить. Использую крупную морскую соль. Теперь в хорошо кипящую воду ставлю максимальный огонь. И что делаю? Беру осьминога и теперь его буду вот так вот опускать потихоньку, чтобы все его эти ножки скрутились вот в такие вот кудряшки. Раза три-четыре нужно окунуть в хорошо кипящую воду. Видите, как он сжался. Еще разок. Достаточно. Я подожду, пока вода снова закипит. И то же самое проделываю с автором осьминогом. Моментально скручивается. Уменьшается в размерах. Я не сказал, цена, цена по ольпу была 14,90 за килограмм. Некоторые повара, проделывая вот эту вот операцию, потом воду меняют, сливают и отваривают в дальнейшем уже в другой воде. В принципе, я огромной разницы не вижу, поэтому все это буду варить в этой же самой воде. Все, помещаю второго. Доводим до кипения. Немножко убираем огонь. Накрываю крышкой. И будем отваривать. Ну, говорят, где-то вот на килограмм осьминога около 30 минут варки. Так мы и сделаем. Практически одновременно ставлю так же отвариваться картошку. Ну, картошку солить нет смысла сейчас. Просто помещаю в холодную воду и отвариваю до готовности. Картошка должна легко протыкаться. Я использую вот такую вот красную картошку из-за того, что она при варке не разваливается. Картошка должна максимально остаться целенькой. Друзья, некоторые итальянские повара искренне верят в то, что если при варке к осьминогу бросить туда в кастрюлю обычную винную пробку, то осьминог обязательно получится мягкий. Я этого делать не буду, просто я уже отваривал без всяких пробок и у меня вкусно получалось. Прошло 35 минут. Осьминоги сварились, я выключил газ и теперь оставлю еще где-то на полчаса, чтобы они медленно остывали в собственном бульоне, пока доваривается картошка. Картошечка сварилась. Я, естественно, воду слил. Варилась примерно столько же, сколько и осьминог. Минут 35, наверное. А, дам ей чуть-чуть остыть и начну очищать вот эту вот корочку. Кстати, вот совет даже людям, которые любят обычное картофельное пюре. Попробуйте сварить картофель целиком в мундирах, потом очистить, а потом уже размять и превратить в пюре. Так будет гораздо вкуснее, нежели вы очистите картошку и сварите. Жду 5 минут. А теперь картошку нам нужно порезать на кубики где-то по сантиметра полтора-два. Стараясь, чтобы картошка не развалилась. Вообще, в идеале, ее лучше всего сварить на пару. Так, картошку отправляю в кастрюльку, в которой все это дело варилось. На пару картошка, вот если сварится, она, наверное, останется максимально целенькая. Хотя вот так вот в кожуре будет намного вкуснее. Картошку солю. И добавляю олимпковое масло. Экстра верджины. Пока что оставляем в сторону картошку и займемся осьминогами. Нарезаем осьминогов примерно такими же кусочками, как и картошка. Вот я уже чувствую, что получился он мягкий. Такой, как нам нужно. С uplifted. Такой, как нам нужно. вырезаю ему глаза все, маленькие глазки практически незаметные все остальное чистенькое поэтому просто нарезаю на кусочки вот, и отправляю к нашей картошке то же самое со вторым кроме глаз ему еще нужно удалить клюв вот видите, где он находится просто разрезаем вдоль открываем и удаляем мои осьминожки довольно маленькие поэтому все вот это вот дело очень маленькое если был бы крупнее было бы, наверное, проще все это дело удалять и остальное нарезается на кубки так приближаемся к финалу друзья беру чеснок раздавливаю вытягиваем из него сердцевину итальянцы говорят что это самое тяжелое в чесноке и это абсолютно не нужно нам нужен исключительно приятный запах чесночка меленько рубим пока достаточно займусь петрушкой петрушка должна быть сухой корешки я не люблю всегда выбрасываю меленько нарубим зелень а теперь немаловажный кстати нюанс чеснок и петрушку смешаем и изрубим вместе они поделятся запахом запах получается ему помрачительный обязательно надо перерубить вместе добавляем зелень теперь еще капельку оливкового масла осьминог уже соленый и нам остается только очень аккуратно дабы не повредить картошку все это дело немножко перемешать вообще советую даже открыть крышкой немножко вот так как бы встряхнуть ну по моему друзья все готово запах просто чудесно кстати это блюдо употребляет в пищу как в холодном так и в горячем виде я его ел в лигурии эта часть италия которая граничит с францией вот там это блюдо подается с белым сухим вином шипучим вином вот такая вот красота у нас получилось сегодня я понимаю конечно друзья что блюдо экзотическое осьминога не так просто купить в магазине может быть для некоторых вообще нереально но если вам когда-нибудь вдруг в руки попадется осьминог вы будете знать что с ним делать на том друзья прощаюсь с вами желаю успеха удачи попробуйте приготовить у кого есть возможность до новых встреч пока удачи